Кросс-кантри-велогонка Сейбл Рейс – это не только про отличные результаты, скорость и выносливость. Также это и замечательное настроение, новые эмоции и впечатления. Собственно, за этим сегодня я и приехала. Но для начала узнаем, какой маршрут. Это уже третий завершающий этап сезона. Он проходил на Скалбе. Специально для велогонки была подготовлена трасса протяженностью 7,5 километров. В этот раз участников ждали новые элементы. Например, стекляшка – это тропа, которая включила в себя подъем в две траектории и спуск. Также был добавлен новый Нордшор. Это езда по узким помостам, бревнам. Для понимания, как это выглядит, были подготовлены видеообзоры. Есть вот такая развилка. Классическая Канада идет прямо. И новый элемент идет налево. Здесь будет разметка, поэтому вы не ошибетесь. Нужно будет повернуть налево и проследовать прямо по тропинке, прямо на вот этот шор. Для тех, кто не сможет осилить этот шор, кому страшно. Можно воспользоваться чикенлайном. Проехаться по пушкинским лесам решила и я. Не на скорость, конечно, а просто, чтобы прочувствовать всю атмосферу. Сложные участки проходила пешком в размеренном темпе. Все ради видов и проверки собственных сил. Очень устала. Руки, ноги болят. Отдышка невероятная. Надо больше все-таки спортом заниматься. Но единственное, что скажу, это невероятный опыт и я бы с удовольствием повторила. По словам организаторов, эта трасса рассчитана на любителей плюс. Здесь есть скоростные спуски, препятствия в виде корней и поваленных деревьев, а также трудные подъемы. Сегодня у нас раздельный старт. То есть у нас ребята стартуют по очереди с интервалом в 15 секунд, потому что у нас достаточно узкая трасса, и поэтому здесь массовый старт не влезет. Поэтому они будут стартовать по очереди и показывать каждое индивидуально свое время. Было три категории – элита мужчины и женщины. Всего 80 участников. Это спортсмены и любители велоспорта из Москвы и Подмосковья, а также из соседних областей, например, из Тульской. Объединяет их одно – любовь к активному виду отдыха на велосипеде. Я раньше занималась пешими походами, горы ходила, а мой будущий муж уже пересел на велик. И он меня уговорил тоже пересесть на велик, потому что на велик ты больше можешь увидеть. Соответственно, проехать намного больше, увидеть какую-то страну, увидеть те же горы в полном масштабе, нежели чем, когда идешь пешком. Ну и, собственно, поэтому пересели на велик и до сих пор катаемся. Женщинам необходимо было пройти два округа. Остальным категориям – три. Приехали даже целые команды. Например, женская велогруппа «Амазонки». За их плечами участие в различных марафонах разного масштаба. В Пушкино они впервые и по достоинству оценили подготовленную трассу. Есть очень интересные моменты. Ребята местные молодцы. Вообще очень так вот с любовью сделали трассу. А какие это моменты? Ну, есть контруклоны. То есть, видна самодельная часть трассы. Мне понравилось, да. Не очень сложная, не очень легкая. Вполне интересная. Осложнил прохождение трассы небольшой дождь. Но это не помешало участникам показать хорошие результаты и достойно пройти маршрут. Так как это финальный зачет, то ранее на гонках многие спортсмены познакомились и даже устраивали соревнования между собой. Я в начале, ну, первые минуты, там, 7-8 очень сильно начал. Уже там почувствовал себя суперменом, что Селедков от меня, бывший чемпион России, меня не догоняет. Но все изменилось на подъемах, на Змейке. Он мне, конечно, ну, по-моему, на втором или на третьем подъеме. Я обходил кого-то, и он меня просто как стоячего. Причем, что я еще кого-то обходил, и это был первый круг, ноги были свежей. При этом Дмитрий занял второе место в категории «Элита» и финишировал он после Ивана Селедкова. В конце всех ждала вкусная каша и горячий чай. Сразу после финала подводились результаты и общего зачета. Дальше зима и подготовка к следующему сезону, создание новых форматов и совершенствование уже всем знакомых трасс. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.